Девушки отдыхают А женщина будет по имени Татьяна Татьяна Виндякина, главный библиотекарь библиотеки имени Пушкина, наша любимая Да, все верно, а также успеем поговорить тоже про очень актуальную и злободневную вещь, как уборка, очистка крыш от снега Для зимы у нас традиционно остро эта проблема стоит, много жалоб по-прежнему в соцсетях, где-то чистят крыши, где-то не чистят А где-то почистят, а потом не увезут Да, кстати, городские чиновники часто на это жалуются Снег, лед скидывают, а потом все это остается на тротуарах Кто-то пытается из управляющей компании на проезжую часть спихнуть Мол, это случайно тут появилось, убирайте, пожалуйста, городские подрядчики Поговорим и на эту тему в том числе И начнем мы сейчас с темы, которая накануне появилась в средствах массовой информации Я, кстати, нашел, кстати, удачей мы сегодня будем о ней говорить, потому что 7 февраля сегодня отмечается такая дата, как День российского бизнес-образования Вот сейчас мы пробежно же будем говорить о том, что именно бизнесу предложили заняться интересным таким делом Речь идет о наших лесах Мы сейчас будем перемещаться, видимо, в теплое время года, когда у нас, ну, не везде, конечно, но все-таки местами встречается Обилие ягод, грибов, других всевозможных даров природы Которые многие, видимо, собирают в промышленных масштабах Вот я, к сожалению, не знаю, что это такое промышленный масштаб Я с родственниками когда иду, и довольно, достаточно одной корзины, одного ведерка Я все понимаю, Володя, я тебе расскажу, потому что дело в том, что когда, например, какое-то райпо, да, объявляет сбор грибов Райпотребсоюз Райпотребсоюз Оно просто покупает у населения грибы, ягоды там какие-то, еще там травы, предположим, да То люди начинают собирать это не для своего пользования, а для того, чтобы принести в райпотребсоюз и продать И продать, и заработать Это нормально, то есть, соответственно, начинается сбор уже с утра до вечера в промышленном условии всей семьей Кто-то там грибочки, кто-то ягодки, кто-то шишечки с елочек, такой бизнес тоже есть, да Вот это уже получается как бы не для личного пользования, а для продажи Для того, чтобы выгоду, собственно, получить Выгоду получить, но, в принципе, своим трудом заработать, на самом деле Труд-то сам знаешь, ты грибы собираешь, за каждым нагнуться надо Ну да, понимаю, ну, кстати, ну вот, если говорить, например, о северо-западных районах, да, Кировской области, где, там, в том числе и черники Летом очень много, я знаю, семьи, которые за сезон, ну, несколько десятков тысяч рублей умудряются заработать Сходил, набрал ведерочка Сходил, комариков покормил, набрал ведерочка Снова сдал Снова собрал Снова есть труд нелегкий Да, нелегкий Но вот что такое промышленный масштаб, я так образно говорю И, кроме того, есть частные предприниматели, которые также вот занимаются Они нанимают работников, они идут там, собирают все это для него, он потом все это продает Вещет рынки сбыта Да Ну, он, скорее всего, уже имеет рынки сбыта, просто ему нужен товар Да, да, да Идея, родившаяся в правительстве нашего региона Это, видимо, все в рамках повышения доходности от лесопромышленного комплекса Суть идеи заключается в том, как нам сообщают наши коллеги из разных средств информации Заключается в том, чтобы разрешить в нашем регионе предпринимателям Предпринимателям, именно, да, заниматься вот как раз промышленной заготовкой грибов, ягод То есть с аукциона покупать право аренды лесного участка И этот участок вот осваивать, так сказать, в промышленном масштабе уже конкретно с него все собирать Я так понял При этом чиновники уточняют, что для частного доступа Вот нас с вами, например, если мы решим сходить за грибами, за ягодами Нас туда должны пустить-то, нам никто не запретит Вроде как участок в аренде, и там работает предприниматель Но если ты пошел в частном порядке набрать этих даров природы, то тебя предприниматель не вправе погоняет То есть его забором огораживать не будут, как я понял Да, общий доступ у нас Но опять же, это наши с тобой домыслы, я думаю, что мы сейчас... Домыслы Да-да-да Хорошо, что если не вымыслы, это все... А может быть и вымыслы Да Так вот, и, да, губернатор высказался, Александр Соколов, по этому поводу Честно говоря, недопоняли мы, да, что он конкретно имел в виду Что у нас... Немыслимое количество таких ресурсов остается под снегом Под снегом, да Что это значит, Россия? Значит, подчистую надо все собирать И зимой, что ли, тоже заниматься? Нет, ну речь идет о том, что за лето частники не выбирают все грибы, все ягоды Некоторые уже, там, скажем, в октябре перестают ходить в лес, а грибы растут И ягодки там некоторые растут Ну, что там еще в лесу бывает, там, какие-то наросты на дереве, там, тот же, там, гриб чага или что-то Ну вот, да, о чаге-то как раз и идет тоже Здесь речь тоже разрешить в промышленных масштабах В масштабах его тоже заготавливать Это, между прочим, экспортная продукция Экспортная? У нас, Прибалтика, Китай, закупают чагу в огромных масштабах И они делают это из этого лекарственные препараты какие-то или что? Ну, я не знаю, это добавки биологически активные Да, вот прогресс, да, техническое развитие как-то нас отдаляет вот от этих традиционных, да, понятий гриб чага Я думаю, что, наверное, молодежь, наверное, уже и особо-то не разбирается А что это такое? Как он растет? И для чего он нужен, да? Да, хотя тоже гриб Гриб, да И очень полезный гриб На официальном языке все это звучит как пищевые и недревесные ресурсы, кстати говоря То есть, пойдя собирать грибы и ягоды, вы ни в коем случае портить растительность не должны То есть, не растительные, да Шишек это, например, не касается Да? Да? Да Ну что, давайте гостя нашего представим, будем разбираться с ним во всем подробно Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области, я думаю, человек компетентный Андрей Загоскин у нас с нами на связи Андрей Александрович, добрый день Добрый день Да, добрый день Мы хотим поподробнее поговорить про эту интересную инициативу для нашего региона О предоставлении предпринимателям участка, где они смогут заготавливать грибы, ягоды И прочее, что можно поесть, что можно использовать Недревесные продукты Недревесину, да, ни в коем случае Чем обусловлено появление такой инициативы, в первую очередь, хотелось бы поинтересоваться Ну, в первую очередь, обусловлено, есть ряд предпринимателей, которые обращались к нам для целей заготовки березового гриба, чаги Это тоже является недревесным лесным ресурсом, лекарственным сырьем И на основании этого мы решили попробовать заключение договоров с целью заготовки недревесных лесных ресурсов и пищевых лесных растений Так, а существующие законодательные нормы предпринимателям не позволяют в больших объемах заготавливать эту чагу? В чем загвоздок? Нет, как бы нормы заготавливать разрешает, единственное, вся заготовка в лесу должна осуществляться в промышленных масштабах Должна осуществляться на основании договоров о ринге лесных участках То есть, как правило, если раньше это граждане сдавали этим предпринимателям, предприниматели уже реализовывали эту чагу Сейчас же, как бы, ужесточается законодательство, в том числе требуется различное лицензии, разрешение, сертификат в соответствии, предприниматели обращают А за какой период времени вот эти обращения вы имеете в виду? Это в течение месяцев, лет они вот идут с такой просьбой? Нет, ну, обращения у нас в прошлом году такие появились, именно по чаге, по другим видам у нас, как правило, конечно, не обращались Но, в целом, мы хотим попробовать и по другим видам, в том числе и по пищевым лесным ресурсам, грибы, ягоды Может быть, был какой-то, скажем, результат положительный Андрей Александрович, вот вопрос, который возник, это вот человек берет в аренду лесной участок, да? Вот с такой целью, ну, скажем, собирать чагу Вопрос доступа на этот участок, вот жителей, которые привыкли туда ходить, там, условно говоря, собирать свою там бруснику, не знаю, землянику Ну, ближайших населенных пунктов, все в течение Тут как будет регламентировано? Ну, соответственно, законодательство у нас обеспечено свободно ее субгражданам, в том числе и для сбора для собственных нужд, пищевых лесных И для собственных ресурсов и лекарственных растений, то есть доступ будет неограничен То есть все граждане, которые ходили всегда в этот лес, они могут также его посещать, собирать там его ягоды и другие ресурсы Ну, они же и чагу будут собирать в лечебных целях? Как бы получается? Мешать предпринимательской деятельности Собирать, то есть как бы тут гражданам не запрещено, то есть вопрос аренды не запрещает гражданам посещать леса Вот и как бы у нас вот такой разговор был, мы как бы удивляемся, вот условно, я предприниматель, я взял этот участок в аренду, я прихожу туда, а мою чагу кто-то собрал, не в промышленных масштабах, но ее нет Немного, но все-таки, да, немножко добыча Ну, 40 гребняков каждый по корзинке Добычу немножко уменьшил, да, объемы То есть мы говорим о том, что на каком-то... Понятен вопрос, да, но понятно, что граждане, конечно же, все не соберут, соответственно, как бы предприниматель тоже имеет право, так уважаю Ну и у него, смотрите, тоже объем ежегодный будет установлен в определенном размере, то есть он тоже не может собирать все, сколько ему там заблагорассудится То есть он будет носить аренную плату за определенный объем и собирать определенный объем в год Потому что как раз вот фраза Александра Соколова насчет того, что вот сейчас там немыслимое количество ресурсов остается под снегом Мы подумали, что предприниматель должен вообще все вычищать там подчистую, но тогда же это ущерб природе уже будет Это не так, конечно, есть определенные объемы, которые на запу установлены, ну, у нас есть документы по каждому лесничеству, это лесохозяйственные регулируют, согласно их есть Установлены ежегодные объемы заготовки всех видов пищевых и недревесных лесных ресурсов В год по лесничеству, исходя из этих объемов, будут уже рассчитываться объемы на участок То есть нельзя предпринимателю прийти и вычистить все И еще, Андрей Александрович, вопрос вот такой технологический, вот эти участки, их как бы, ну, их же на аукцион будут выставлять? Да, это будет А вот сами-то участки нарезать, условно говоря, будете вы или это вот по предложению предпринимателей? Ну, как бы, смотрите, если было заявление от предпринимателя, соответственно, по заявлению То есть предприниматель пишет заявление, что я хотел бы, да, конкретно конкретного лесного участка Хотелось бы отметить, что не то, чтобы их нарезать, то есть это должен быть сформированный лесной участок Пересвоен ему красный номер в соответствии с требованиями со всеми законодательствами Иметь его, там, описание, и уже этот готовый участок может только быть выставлен на аукцион То есть, соответственно, и предприниматель будет обращаться с заявлением уже в отношении конкретного участка Не то, что мы его там будем, как бы, ему подготавливать какой-то период И вопрос... На участке у нас в большинстве случаев они вообще все почти на кадастровый учет поставлены, готовы То есть мы уже будем, если сами принимать решение, то по ряду там участков, которые возможно выставить И которые там имеют какой-то ресурс Да, чтобы представить вообще площадь, размеры этих участков Они, ну, с чем сопоставимы? Не знаю, на территории одного района этих участков может быть несколько, десятки, сотни Либо эти участки как-то совпадают с границами района, да? Вот можно вот, пожалуйста, весь район в твоем распоряжении Ну и вот я так фантазирую, а как на самом деле дела-то обстоят? Ну, участков в районе много, как бы там ни один участок Ну, как правило, у нас уже участки есть в аренду переданы для заготовки древсины При этом мы можем передать также и другой вид пользования То есть в этих же границах В этом и заключается как бы цель лесного кодекса Это многоцелевое использование То есть возможность несколькими юридическими там лицами Или предпринимателями осуществлять разные виды использования На одной и той же территории То есть мы можем и передать участки, которые, в принципе, уже находятся в аренде И вот еще такой вопрос, это может быть такой вот Вперед немножко я захожу Но вот когда устанавливают на аукционе цену лесного участка Это понятно, она идет там от стоимости, условно говоря, кубометра, да? А здесь по какому принципу будет устанавливаться на аренду? Да, и велики ли вообще цифры, если можно там уже конкретно эти параметры называть? Она также будет рассчитываться, исходя из объема изымаемых лесных ресурсов То есть у нас есть ставки платы, установленные Российской Федерацией Согласно которых определение оплаты за единицу объема или единицу площади В данном случае это будет единица объема То есть там за килограмм установлена цена за каждый вид, например, лекарственного растения И грибов, ягод, за каждый вид ресурса установлена цена И в соответствии сколько будет рассчитано по каждому участку Вот этот объем использования Соответственно он перемножается на эту ставку И получается стартовая цена этого участка Ну, если в целом говорить по участку, да Ну, цены будут не такие огромные, как при заготовке древесины Там, ну, участок, скажем так, 2-3 тысячи гектар Ну, грубо говоря, порядка там 50 тысяч рублей, наверное, в год А вот эти вот объемы, которые там можно изъять Это же как-то кто-то должен прийти, осмотреть, определить Кто будет контролировать, взвешивать, не знаю, следить за соблюдением этих арендных отношений Взвешивать никто не будет Не будут взвешивать Нет, ну, с лесом понятно, да, там контроль простой А вот здесь-то вот как? Нет, взвешивать мы перевешивать, конечно, не будем Инспектора этим заниматься не будут Вот у нас в соответствии с законодательством есть порядок Во-первых, заявление на использование Это лесная декларация, то есть перед каждым годом использования Пользователь подает лесную декларацию Он заявляет, сколько будет использовать И каждый квартал он сдает отчет об использовании Соответственно, он подтверждает это использование У нас уже только идет контроль В рамках там планных и непланных проверок Ну, у них там мероприятий контрольных Если мы там выявим, конечно, нарушения какие-то Мы обязательно будем привлекать к ответственности Если эти нарушения будут не выявлены Ну, как бы перепроверки и какого-то контроля Там именно по килограммам Или по отъемам его заготовки Оно не осуществляет По ассортименту грибов Да, вот, кстати, да, в плане Возможного, я предполагаю, там, нанесения вреда Природным ресурсам, да Мы же прекрасно понимаем, что грибы и ягоды Можно и чагу, можно бережно Аккуратненько собирать, а можно, ну, прям вот Все выдергивая и сметая на своем пути Да, то есть нанося, ну, реальный урон, да Ну, вот я как раз рассказывал, как собирают шишки Там валят эти елки Там все, что угодно Ну, да, ломают, лишь бы добраться, собственно, до этой самой шишки Вот за этим кто-то будет следить Непосредственно за порядком на этом арендованном участке Чтобы действительно бережный был сбор, осуществлялся Ну, конечно, нет В первую очередь, это ответственность арендатора Почему мы как раз и пришли к выводу, что договоры такие все-таки нужны То есть контролировать проще, когда есть лицо какого-то на территории Которое за это отвечает Нежели просто, как бы, неконтролируемый сбор там непонятными лицами, да То есть арендатор, это его ответственность, в первую очередь, следить за своими участками И, во-вторых, это уже нашими сотрудниками, министерств и подведомственных учреждений Будет осуществляться контроль за использованием лесов на данном лесном участке И, Андрей Александрович, еще такой вопрос Вот примерно можете сказать, когда ожидаются первые аукционы Вот именно по таким участкам? Ну, мы планируем в этом году, как Андрей Алексеевич на совещании сказал Два участка, мы планируем где-то до 1 июня провести эти аукционы То есть сейчас будем в феврале-марте готовить документацию для аукциона И постараемся киевник уже провести А место расположения этих участков пока еще выбирать? Ну, скажем так, ориентировочно, пока точно мы не определили, какие это именно участки Это ориентировочно на Горский, Слободской и Верхнекамский районы Ага, просто такая мысль у меня еще родилась А не получится ли так, что в аренду будет сдан участок, ну, который имеет такую славу определенную в народе Вот, например, Сунские Рыжики, да? Из многих районов туда ездят и собирают эти самые Рыжики А вдруг этот участок отдадут под промышленную добычу грибов и все Ну, конечно, такие участки не отбедим Все равно, когда формировали, все равно некий учет мнения местных жителей Ну, скажем так, со стороны Два района мы тоже спрашиваем иногда Это первое, ну, и, конечно, Рыжики в лесу практически никогда не растут Они растут на полях, но заросших Поэтому очень редко, когда в этих мусилах они... Еловые бывают, да Да, а, кстати, какой-то вот примерный финансовый эффект от реализации этих инициатив Как-то уже в министерстве оценивается Ну, вот поставлена задача повысить доходность, да, от ЛПК А сколько именно? Может быть, уже какие-то созрели там? Вот сколько бы вы хотели в бюджет? Ну, пока мы каких-то расчетов не ввели То есть мы еще как бы не проводили аукционы, да И пока оценить, да, масштаб, скажем так, в целом Сколько мы можем получить Экономическую эффективность? Пока не видим Но в целом, как бы, это будет арендная оплата От лесного участка поступом Как в бюджет субъекта, так и в федеральный бюджет, да Ну и, наверное, эффективность уже непосредственного От самого предпринимателя, да, который работает в виде налогов И иных, там, других его доходов Она уже, наверное, будет видна От таможенных пошлин, кстати, да Да, ну, потому что, если верить словам губернатора, да Прямая речь буквально У нас приезжают фуры из других регионов и скупают сырье А мы не принимаем в этом никакого участия Приезжают, закупают, потом в три цены перепродают То есть, емкость-то рынка, видимо, огромная, да Да, то есть, как бы, ну, уже тогда эффект, наверное, увидим Какой-то уже от наших предпринимателей в виде его налогов И будет понятно, насколько это эффективно Да, и последний вопрос, видимо Куда обращаться за более подробной информацией Непосредственно в министерство, да, можно Чтобы узнать подробности Если кто-то заинтересован заключать такие договоры То необходимо обратиться в министерство Заявление также подойдется, если уже там есть намерение Выставить на аукцион этот участок Конкретный какой-то, да, граждане, в принципе И юридические лица и предприниматели могут обратиться в министерство Ну и так, в целом, по таким вопросам Министерство лесного хозяйства Сведения о номерах, телефонов у нас на сайте размещения Можно подвинуть в отдел управления Ну, точнее сказать, в управлении использования лесов Поинтересоваться, либо там нет Ясно, ясно, спасибо за эту информацию Андрей Загозкин был с нами на связи Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области Говорили мы о планах областного правительства Сдавать участки лесные в аренду для промышленной заготовки Непищевых и недревесных, как это говорится в официальном сообщении Ресурсов ягоды, грибы, травы Они, в общем, пищевые, но ладно Ну, речь, в общем-то, о грибе чага идет Ну что, созрело желание, Николай, заняться этим видом деятельности? Я думаю, там рынок уже плотный, меня там явно не ждут Тем более, да, когда приезжаешь в район, да Ну, если приезжаешь, конечно, люди-то все на виду, да Сразу заметят, а, кто-то приехал Вот там могут возникнуть какие-то, возможно, личные конфликты Могут, да Я как-то не так далеко от Кирова узнал случайно про одну Про один бор, где хорошо очень с белыми грибами Ну, условно говоря, там вокруг стали появляться какие-то люди И стал себя чувствовать очень неуютно И уехал от этого на всякий случай Мало ли что может случаться Ну да, потому что явно залез на чужую территорию Местные люди занимались промышленным сбором грибов Промышленным сбором грибов Конечно, реально очень много Не буду говорить, где Я думаю, да, в любом селе, наверное, да, в области В любом маленьком, на поселенном пункте Все равно уже местные знают, куда надо Я местные случайно услышал Куда надо идти, да, чтобы набрать Местные, видимо, посмотрели и поняли, что это мы приехали Да, у многих же есть свои места Сугубо, да, свои тропинки, по которым они Передвигаются, а потом Хвастаются своими результатами Этой тихой, так называемой, охотой Да, вот столько набрал, столько набрал Так, хорошо Еще раз повторимся, что Если у предпринимателей Появилась заинтересованность в данной теме То непосредственно можно обращаться В Министерство лесного хозяйства Кировской области Ну и будем, конечно, следить, да До первого июня Аукционы, возможно Может быть, это действительно Такая бизнес-ниша Которая вытащит наш регион За ушки Да На поверхность Три минуты остается у нас до перерыва И плавно будем переходить к другой теме Это тема очистки крыш В холодное время года Понятно, от чего очистки От снежное, я бы сказал, время года Да От снега, ото льда Слава богу, у нас с этой зимой По-моему, не было сообщений Вот об этих трагедиях Когда глыбы снега, льда падают Людям на головы Ну, мы прекрасно помним Да, что в предыдущие годы У нас были Были, к сожалению Летальные, к сожалению Были, да, случаи Кстати, сегодня Разговаривали с коллегами нашими Есть мнение о том Что этой зимой Возможно, как-то Меньше работы проводится В этом отношении Меньше Заметно этих Уборщиков Крыш Ну, не знаю Не могу-то Дать такую оценку Прямо по всему городу Ну, что касается Вот дома многоквартирного В котором я проживаю Там чистят Уже несколько раз Чистили за зиму Возможно, Владимир Как раз в те сезоны Когда случались инциденты Не обязательно смертельные После этого Как правило Все массы выходили И чистили крыши Вот эта картинка У нас у многих осталась В памяти, да Потому что Ну, как команда Вот здесь там упала Кого-то там пришибло сильно Там, не дай бог Убило, да Или там что-то еще После этого Массово всех заставляли Просто там немедленно Все делать В этом году Авралов нет Случаев нет Ну, а зима-то снежная Все идет По мнению чиновников Все идет В плановом порядке Зима-то снежная у нас Так или иначе Чиновники повторяются Об этом периодически Ну, и, кстати Особенность этой зимы Нельзя не заметить Что у нас, по-моему Ни один прогноз погоды Который ты заранее В интернете смотришь Он не сбывается Смотришь, что будет Через недельку А ближе к этому дню Уже все Совершенно другая погода И вот если смотреть Опять-таки прогноз На предыдущие дни До конца февраля У нас то небольшое похолодание То небольшой плюс Я думаю, и для коммунальщиков Это тоже Определенные неудобства Вызывает На чем сосредотачиваться Либо убирать Либо Либо посыпать Либо вывозить Либо посыпать Ну и так далее Нам подсказывают Что у нас на связи Уже появился Николай Большаков Это зам начальника Территориального управления По Нововятскому району Кирова Давайте Николая Викторовича Поприветствуем Добрый день Добрый день Да, Николай Викторович Спасибо, что вышли на связь Мы сейчас будем говорить Об очистке крыш О том, как вы инспектируете И следите за этой деятельностью В Нововятском непосредственно районе Но у нас небольшой нюанс У нас подошло время рекламной паузы Буквально на одну минутку Да, буквально одну минутку Вас попросим Не отключаться Да, оставаться с нами К разговору к нашему Мы приступим через минуту Продолжаем нашу передачу К теме уже к новой мы перешли Очистка, уборка Да, крыш На связи у нас Николай Большаков Заместитель начальника Территориального управления По Нововятскому району города Кирова Николай Викторович Вы с нами на связи? Да Да, еще раз добрый день Добрый день еще раз По мнению многих рядовых жителей Областного центра В этом году ситуация С уборкой крыш Обстоит в общем-то В среднем, в целом Также, да В сравнении с предыдущими зимами Есть дома, где свисают Эти сосульки Большие, маленькие Где плохо убирают Где чистят В общем А какие вы, да Отмечаете особенности этой зимы? Вроде бы снегу много, говорят Снегу много Насколько добросовестно Управляющая компания Относится к этой своей обязанности По очистке кровель Расскажите, пожалуйста Ну, территориальное управление По Нововятскому району Осуществляет контроль За очисткой крыш В соответствии с требованиями Правил внешнего благоустройства В соответствии с правилами Внешнего благоустройства Очистка кровли Должна производиться В течение одного рабочего дня После того, как были обнаружены Светы Снежные Либо ледяные образования Сосульки Соответственно Инспекторской службой Отдела благоустройства В ежедневном режиме Осуществляются рейдовые осмотры В рамках которых В случае выявления Каких-либо нарушений То есть, если мы видим Что образовались сосульки Либо снежные осветы Сотрудник направляет Рекомендацию В адрес управляющей компании На территории Нововятского района У нас чуть более 600 многоквартирных домов Которыми управляют Порядка 23 управляющих компаний Соответственно В этой рекомендации Указано Что В соответствии с Правилами благоустройства Управляющая компания Должна Очистить Крышу В течение одного Рабочего дня К сожалению Не все Управляющие компании Прислушиваются Прислушиваются Да Прислушиваются Выполняют Это требование Поэтому Через Один рабочий день Сотрудник Повторно Выезжает Контролирует Исполнение В случае Неисполнения Составляется акт И В дальнейшем Уже Мы подключаем Либо Государственную Жилищную инспекцию Либо Направляем Письмо В прокуратуру Вот За январь Текущего года Мы выявили 152 нарушения По очистке крыш Это все Разные дома Простите Это все Разные дома То есть У вас 600 многоквартирных домов Из них 150 То есть Это примерно Четвертая часть Четвертая часть Четвертая часть Четвертая часть Нарушителей С нарушениями Да С нарушениями Вы правильно Поняли Ну Здесь следует Отметить Что 152 нарушения Это в том случае, если управляющая компания в течение одного рабочего дня не почистила крышу. То есть, например, на этой неделе одна управляющая компания не успела своевременно очистить крышу, на следующей неделе этот дом может снова попасть. То есть, тот же самый дом может попасть. Все-таки дома могут совпадать. Приходилось ли уже прибегать к санкциям, накладывать штрафы на управляющие компании именно из-за неуборки кровель? На сегодняшний день в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации нужны ограничения на составление протоколов об административном правонаре. Да, мы все время об этом забываем, еще не можем привыкнуть, что у нас мораторий еще действует. Да, но на сегодняшний день инспектору по Новинскому району поручено в том случае, если управляющая компания длительное время не реагирует на наши требования, то мы вправе выйти в органы прокуратуры для согласования внеплановой проверки в отношении конкретной организации, конкретной управляющей компании. Поэтому, если какой-то дом длительное время не будет очищаться от снега, следовательно, мы будем направлять предложение в прокуратуру для согласования на внеплановой проверки. Но там же в самом деле могут быть такие уже навесы, такие сосульки, таких разберов, что это может создавать реальную угрозу, да, людям, которые внизу проходят, и тут как? Может быть, но, честно говоря, на территории Новоятского района пока такого нет. То есть, таких выпивающих случаев нет. Несмотря на то, что своевременно управляющая компания мер не принимает, но, тем не менее, нам удается путем уговоров, переговоров добиваться того, чтобы кровля была рано или поздно почищена. Ну, и наверняка, как это часто бывает, я предполагаю, что список таких ленивых, недобросовестных управляющих компаний, он один и тот же примерно. Так ли это? Да, так ли это? Потому что, ну, да, и там ваши коллеги из других террауправлений, из непосредственно городской администрации, ну, из года в год говорят, что у нас нарушители-то одни и те же, в общем-то, да. Не стремятся они почему-то, не спешат почему-то исправляться. И еще вопрос такой, Николай Викторович, мы стали вспоминать прошлые годы. Так. На рабочем месте находится Николай Викторович, да, все нормально. Так. Стали вспоминать прошлые годы, вот такое почему-то вот у нас возникло ощущение, что в прошлые годы как-то активнее эта работа велась. Вот идешь по городу, где-то все время чистят, где-то все время что-то сваливают там, где-то что время отводят. А сейчас вот как-то такие эпизодически идешь, там вроде крышу чистят, а вокруг все опять же тишина. Вот с чем это связано, на мой взгляд? Вроде зима снежная, перепады температур тоже такие сильные бывают. А вот мне кажется, с невозможностью оперативно наказать управляющую компанию. Ну, я высказываю свое. Я вот не знаю. Поясните, пожалуйста, Николай Викторович, насколько расслабило в том числе вот этот пока. Ну, я тоже считаю, что небольшие ограничения в части применения штрафных санкций как раз и расслабили управляющие компании. Поэтому в прошлом году, если они хоть как-то реагировали, то в этом году они уже понимают, что маловероятно, что их привлекут к административной собственности. Сами жители, сами собственники, напомнить об этом тоже хотелось бы. Они ведь тоже могут жаловаться в контролирующие органы на неочищенные крыши. Так ведь? Куда непосредственно обращаться? У вас в Новоавятское теруправление, да? Можно с этими вопросами идти? Безусловно. Ну, во-первых, мы самостоятельно отслеживаем все соцсети, которые по Новоавятску. Это Новоавятская РФ, Радужный ВК. Если там жители жалуются, выкладывают какие-то посты по ненадлежащему содержанию, там в том числе и крыш, то мы обязательно реагируем на эти посты. Ну, а также можно в любое время позвонить по телефону 706-111. Это секретарь. Обязательно запишут координаты заявителя и уже ответственный специалист свяжется и более подробную информацию получит, выведет, проверит и выдаст рекомендации. Как в дальнейшем эта работа будет строиться по контролю за очисткой кровель? Потому что если смотреть прогноз погоды, чем я сейчас занимаюсь, до конца февраля, у нас тут снова и оттепель ожидается, и снегопады тоже, в общем-то, такие достаточно обильные. То есть вы, видимо, будете продолжать, да, контролировать, инспектировать, наблюдать? Безусловно. Мы работу не останавливаем, как я и говорил, инспекторская служба в ежедневном режиме осуществляет контроль, это имеется в виду рабочие будни, когда происходит оттепель, как правило, это в марте мы фиксируем, как только оттепель появляется, мы сотрудников выводим, в том числе и в выходные и праздничные дни для работы. Ну что, благодарим, да, благодарим за то, что вы пояснили нам и ответили на наши вопросы. Николай Большаков, заместитель начальника территориального управления по Нововецкому, по Нововецкому району Кирова, что-то мне подсказывает, что в остальных трех районах областного центра ситуация примерно такая же. И вот, что интересно, мы долго обсуждали, почему нет такой активной чистки крыш, но сейчас, мне кажется, это была правильная мысль. А мораторий? Да, мораторий. А что мне за это сделать? А ничему? Да и с саммита, собственно, мы в последние месяцы общаемся, в том числе, с руководителями управляющих компаний, реально добросовестными, управляющими компаниями, в отношении которых много отзывов положительных. Эти руководители говорят о том, что да, вот расслабила управляйки вот эта ситуация, когда можно и не работать, и ничего за это не будет. Ну, мы сейчас услышали, что если уж на самом деле дойдет до серьезного, то прокуратура есть и так далее, то есть можно привлечь это к ответственности, но все-таки. Ну и да, тот самый фактор, о котором мы в перерыве говорили, нет у нас, к счастью, нет несчастных случаев, связанных с падением крыши. Потому что да, в прошлые годы, когда такие случаи происходили, после этого, кажется, активно просто, как у нас в России, принято всех на крышу, все на крышу, всем все почистить и как-то вот соблюдалось. Ну, будем ждать марта, посмотрим, солнышко припечет со скатных крыш. Оно уже немножечко припекает. уснет. Нельзя не заметить. Скатываться и падать. 15 минут у нас остается до, еще до завершения этого второго часа нашей программы «Дневной разворот». И хотели бы мы перейти к культурной теме, к теме книг. Замечательное название, которое получила акция «Дарите книги с любовью». С 7 по 14 февраля она будет проводиться в нашем городе. Участвуют в ней все городские библиотеки областного центра. Акция, кстати, общероссийская. И мероприятие это приурочено к Международному Дню книгодарения. Оказывается, есть и такой. И причем он 14 февраля происходит. У меня такое ощущение создается, что это такое импортозамещение праздника всем известного. Давайте-ка переключаться на книжки. Это Международный день. И о книгах с любовью, обратите внимание, название. Как раз к 14 февраля. Да. Мы ждем, когда у нас на связи выйдет Татьяна Ведякина, главный библиотекарь организационно-методического отдела Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Я хочу напомнить, что не так давно мы в программе Культпоход с сотрудницей Пушкинки общались. Очень интересная получилась беседа. Осветили множество мероприятий, которые на базе библиотеки и не только на базе библиотеки проходят. Современная библиотека это же культурный центр. Да, настоящий. Это вот не то же самое, что было несколько лет назад. Не просто пришел, книжку взял, интересующийся. Нет, там можно с интересом время проводить. Разные клубы, разные направления и так далее. Ну что, давайте беседовать. Татьяна Леонидовна, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Вот у нас как раз возник вопрос по этому прекрасному мероприятию «Дарите книги с любовью». И то, что оно приурочено к Международному дню книгодарения, отмечаемому 14 февраля. Вот у нас вопрос возник, этот праздник, вот Международный день книгодарения, он давно существует вообще, в принципе. Ну, идея этой даты зародилась в 2012 году у английской писательницы Эммы Перри. И направлен этот день, в общем-то, на то, чтобы подарить ребенку книгу, приобщить, так скажем, его к очень интересному занятию и чтению книг. Вот этот день, он как бы с того года существует. А вот эта акция общероссийская, она проходит уже седьмой раз. под названием «Дарите книги с любовью». И наши библиотеки присоединяются к ней, собственно, вот тоже седьмой раз. Вопрос, вот чем еще. Вот «Дарите книги с любовью». Просто у нас вот здесь сотрудница как раз в данный момент переезжает, очищает свой книжный шкаф и вот спрашивает, вот какие книги можно дарить, все ли книги можно дарить. Вот у нее, условно говоря, очень много книг, ну, по классической школьной программе. Они, эти книги, очень нужны, потому что дети учатся, дети так или иначе изучают произведения наших классиков, в библиотеках эти книги спрашиваются, и они уже, так скажем, довольно потрепанном состоянии, поэтому мы с удовольствием принимаем, если они в хорошем состоянии книги, мы принимаем. И вообще в библиотеке книги дарят круглый год. Мы берем все книги и в свои библиотеки, и у нас есть социальные партнеры, так что книги будут пристроены. А в данный момент, вот акта у нас проходит с 7 по 14, в библиотеках работают книгообмены, вот, можно даже просто предложить и другим читателям, то есть поменяться книгами, что-то свое принести, и вдруг что-то и понравится взять, обновить свою библиотеку домашнюю. Так, я уже немножко запутался, вы простите, то есть с 7 по 14 февраля, вот сейчас конкретное руководство к действию, да, даем. В этот период можно прийти в любую городскую библиотеку, да, взять с собой одну, две, три. Нас 27, нас 27 вот в нашей системе, ну, плюс еще библиотека имени Лиханова, городская тоже. взять с собой книги, которые не жалко, к которым с любовью относишься, да, сколько унесешь, прийти, и что дальше? Вот я сейчас допутался, то ли обменять, то ли подарить. Я понимаю так, что это твое решение. Вы можете подарить библиотеке книги, если в тот момент, когда житель города придется своими книгами в библиотеку, и там будет работать книгообмен, а у нас, видите, 26 библиотек принимают участие, книгообмены будут работать в разные дни, у кого-то в течение недели, вот в Пушкинской библиотеке будет 14 февраля работать книгообмен, вот можно просто подарить, а можно обменять, а вдруг что-то понравится посмотреть, допустим, уже из принесенного, да, а если ничего не понравится, ну что, подарить мы скажем спасибо и примем с благодарностью. Вот еще какой вопрос, Татьяна Леонидовна, вот чтобы поучаствовать в книгообмене, вот, а может быть, я просто пришел в библиотеку вот и без книги, а книга мне понравилась. Да, пожалуйста. То есть это у вас, здрасте, у меня книжки-то нет, но я хотел бы обменяться. но я хотел бы обменяться. Да, мы не жадные, мы с удовольствием предоставим вам возможность выбрать понравившуюся книгу. Угу. Опыт, опыт, что показывает, да, я имею в виду опыт прошлых лет, какие книги несут люди, жители города, насколько активно их приносят, насколько активно обмениваются, какие эмоции получают при этом? Ну, эмоции только положительные получают. Активность по-разному, в разных библиотеках, конечно, вот, приносят и классические произведения, и книги по отраслям знаний, конечно, мы очень рады детским книгам, потому что, прежде всего, конечно, эта акция направлена на детей, вот, и детские книги мы всегда принимаем с особой благодарностью. Вот, от Пушкинской библиотеки на каждую книгу подаренную, детскую мы наклеиваем даже стикер, кем была подарена книга, и потом следующий читатель, когда возьмет ее в руки, уже будет знать, кто же был хозяином предыдущей книги. Угу. Ну, это интересная тема, кстати, да, можно знакомых встретить. Так вот, через книги. Рук в руки, да, такая передача осуществляется. А, кстати, мы в начале нашей беседы говорили о классических произведениях, там, вопрос как-то возник, у нас с изданием, переизданием классики в последнее время, видимо, не очень хорошо дела обстоят, да, вы сказали, что нуждаетесь в этой классической литературе, которая школьникам требуется, да, там вопросы ценные. вот видите, в чем еще дело, у нас, конечно, есть и собрание сочинений, которые мы можем выдавать на дом, и у нас и взрослые читатели пользуются, и все. Тут суть в чем, вот, ребенок, он же берет в школу с собой конкретное произведение, да, на урок литературы, там, или на внеклассное чтение, и все, и здесь, он бывает довольно внушительных размеров, и так рюкзаки у них тяжелые, правда, они носят очень много учебников, вот, и, конечно, хочется, чтобы вот эти вот издания классиков, ну, например, там, Толстой Кавказский пленник, Туркинев, Муму Гоголь, «Вечера на хуторе», Пушкин, «Повести Белкина», чтобы они были вот отдельными изданиями, этому мы вообще будем исказанно рады. — Чисто компактные, вот тоненькие, помнишь, как у нас есть школьная библиотека? — Ну и шрифт, понятно, раз это все равно, вот дети читают, конечно, чтобы и шрифт был, ну, беремлемый, потому что в собрании к сочинению, ну, вы, наверное, сами знаете, как правило, шрифт бывает очень мелкий. — Вот я смотрю, да, на сайте библиотеки имени Пушкина, собственно, сам книгообмен и дарение книг, это не единственное направление, которым будете заниматься, викторины, акции, фотосессии, да, вот давайте об этом еще поговорим. — Давайте поговорим. — В принципе, каждый библиотек, помимо книгообмена, предлагает еще самые разные мероприятия, разные направления, но вот очень активно сейчас библиотеки стали заниматься мастер-классами, потому что это очень привлекает внимание ребят, те, кто любят мастерить, и вот в данную акцию в библиотеках пройдет множество мастер-классов по изготовлению подружки книги, это закладки. Закладки будут изготовлены в самых разных техниках, и текстильные, и оригами, и рисовать будут, и шить будут эти закладки. Вот, у нас будут и встречи литературные с писателями, с поэтами, у нас будут тематические занятия в клубных объединениях, очень любят фотографироваться в фотозонах, которые организуются в библиотеках, а фотозона, понятно, в эту акцию будет связана именно с книгой, можно сфотографироваться будет, и с любимой книгой в том числе, так что самые, всевозможные, викторины, и опросы, и квесты, квесты сейчас, очень популярная форма мероприятий, когда надо походить, поискать, чего-то найти, там открыть для себя, и победить, вот, пожалуйста, приглашаем всех в эти дни в библиотеки наши городские. Вот еще вопрос такой, Татьяна Ленина, вы сказали, что в разных библиотеках вот тот же книгообмен будет происходить в разные сроки, где-то один день, где-то неделю, где-то, где можно вот эту информацию понять в целом, или куда, может быть, позвонить можно, да. Информацию, смотрите, вот вся программа нашей акции, а у нас, кстати, акция, она корпоративная по нашим библиотекам, и у нее свое название, то есть мы присоединяемся к общей акции «Дарите книги с любовью», но у нас она носит еще и свое название «Дарите книги, дарите радость». Вот программу этой акции можно посмотреть на сайте Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Там, собственно, программа на все наши библиотеки. А еще можно зайти ВКонтакте в группы библиотек наших филиалов, у каждого филиала есть твоя группа, и там уже подробнее библиотекарь в своих группах рассказывают, что и когда будет происходить в конкретной библиотеке. Идти в библиотеку по месту моему жительству, мне нужно в ее группу зайти ВКонтакте, и там будет все понятно, да? Да, и там будет все понятно. А с библиотеками нашими можно познакомиться на сайте библиотеки Пушкина. Там все указано, где какие библиотеки, адреса, телефоны. Все это можно там найти. А что это... Вот поясните, пожалуйста, тоже вижу в анонсе, это словосочетание некая программа «Растим читателя» на федеральном уровне или что у нас существует? «Растим читателя» это ассоциация деятелей «Культура, искусство и просвещение по приобщению детей к чтению». «Растим читателя» называется. То есть вот они, собственно, являются организаторами вот этой седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Ну и при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Так бы хотелось спросить про конкретные советы, как вырастить читателя. Ты подскажите, как специалист, как специалист, да. Как вырастить читателя? Знаете, вот на мой взгляд, самое главное, чтобы читали сами родители и чтобы книги читали в семье. Вот отсюда. А дальше уже приходите в библиотеку и с детьми вместе, и уже библиотекари, и помогут, и подскажут, с каких книг начать, что читать, что интересное. Посетите наши мероприятия. То есть каждое мероприятие у нас так или иначе все равно связано с книгой. Я думаю, что это занятие чтения увлечет любого человека. Ну да, как молодой родитель, я тут на днях столкнулся с ситуацией, когда мой старший сын, третий классник, ему задание домашнее заключалось в том, чтобы сделать описание нескольких героев по небольшому рассказу, по-моему, Куприна. И он начал это описание сразу искать. И нервничать найти-то не может. Я ему говорю, Андрей, так сначала нужно произведение-то прочитать от начала до конца. Ну как ты, вот не зная, о чем идет речь, будешь... Конечно. Нас испортил интернет. И можно найти еще почищу. По запросу тебе выдается конкретный ответ. Вот в том-то и проблема. Ну что же, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. На связи с нами была Татьяна Ведякина, главный библиотекарь Организационно-методического отдела Центральной городской библиотеки именно Пушкина. Говорили мы об акции, общероссийской, седьмой по счету акции, дарите книги с любовью. В общем, что мы поняли? В любую абсолютно библиотеку в эти дни, до 14 февраля, можно прийти, прийти с любимыми книжками, которые вам не жалко, которые вам жалко выбрасывать, что они еще послужили. Вот такое слово, конечно, жалко. Расставаться жалко выбрасывать, тем более. Сейчас вот отдельно хотел бы про выброшенные книжки затронуть тему. Ладно, ну может чуть позже, да, успеем. В общем, прийти, хотите поделиться книжкой, любимой, можете обменяться. Видимо, там в одном месте где-то будут находиться эти книги принесенные, то есть можно подойти и посмотреть, что за книжки появились. И, кстати, еще что немаловажно, это такая своего рода прощенная неделя, то есть можно книжку, которую задолжали в пушке, можно сдать, и тебе ничего не будет. Но я думаю, что это в любой городской библиотеке. Я не могу сказать за всех, но здесь написано, что библиотеки им не Пушкина, можно без санкций сдать книги. Задержанная дольше положенного сроком. Дни амнистии, да? Да, еще прощенными неделями их называют. Когда ты задолжал, да. Всего 27 библиотек, да, хочется напомнить. Про выброшенные книжки это одна из самых, по-моему, таких, не знаю, яростных каких-то, вот, да, тем, к которым я отношусь очень плохо, до сих пор встречаю эту ситуацию, когда ты идешь мимо мусорного контейнера, и ты видишь кучу кипу, да, выброшенных книжек. На самом деле лучше отнести библиотеку, мне кажется, там даже вот не только в эти дни, там в любое время будут рады. Я последний раз так порог книжек Федора Михайловича Достоевского спас. У нас уже... Ну как Достоевского выкидывать на помойку? Как? Уже в офисе, где я работаю, такая небольшая библиотека собралась из книг, выкинутых в соседние контейнеры. Очень хорошая библиотека, между прочим. Какой у нас район-то недавно был признан самым читающим? Опаринский, если не знаю. Ну там имелось в виду периодика, да. Периодика, да. Выписывающая библиотека, да. Но это же все равно то, что ты читаешь с бумаги, да. То есть, ну это чтение. По количеству, по числу на душу населения. На душу населения. Прочтенный, да. Ну, по поводу чтения, вот, да, обнадеживает эта новость о том, что якобы в нашем городе в этом году должны вернуться киоски Роспечати. Ну, вернее, не Роспечати, а киоски со свежей прессой, газетными журналами. Мир прессы. Сейчас, как раз, аукционы идут по участку. Да, администрация неоднократно говорила, и там, по-моему, даже не один предприниматель, а несколько предпринимателей хотели бы развивать это направление. Да, ну и как мы вот общались с представительницей администрации в начале этого года, якобы территориально местонахождение будет совпадать с теми киосками, где они, собственно... О, остановок раньше были. Да, раньше. Ну, сейчас уже идут торги, так что там можно посмотреть даже где-то список вылаженных мест. Раньше-то размещались. Ну что, на этом завершаем сегодняшнюю программу. Дневной разворот. Благодарим наших гостей, которые поучаствовали и поделились с нами интересной информацией. Спасибо, Николай Голиков. Спасибо, Владимир Сметанин. Всего доброго, всего доброго.